Добрый вечер! События недели в информационном выпуске программы «Северный Сахалин». Участник Великой Отечественной войны Надежда Александровна Селезнева теперь с легкостью может общаться с родными, которые находятся за тысячи километров от Сахалина. На помощь пришли информационные технологии. Вскрытие показало истинное положение дел. Охотник-нарушитель пытался выдать утку за селезня. На севере Сахалина стартовал сезон охоты на пернатую дичь на стражу природы сотрудники Ахимского лесничества. Сейчас об этих и других событиях более подробно. 22 мая в городском округе Ахинске состоится предварительное народное голосование по выбору кандидатов для участия в выборах депутатов в Государственную Думу Российской Федерации. Предварительное народное голосование – уникальное событие в политической и общественной жизни России. Это мероприятие в масштабах всей страны проводится впервые. Голосовать смогут все жители Ахинского округа, старше 18 лет и обладающие правом голоса, независимо от их партийной принадлежности. При себе нужно иметь паспорт. На счетных участках вы получите один бюллетень, в котором содержится 17 фамилий, расположенных по алфавиту. Порядок заполнения бюллетеня на предварительном народном голосовании существенно отличается от привычного. Голосовать можно за неограниченное количество участников. Такое голосование называется рейтинговым. В каждом бюллетене можно отметить одного или двоих, а можно несколько кандидатов. Избранными считаются те участники предварительного народного голосования, которые наберут больше всех голосов. На основании рейтинга будет составлен список будущих кандидатов. И партия своим решением выдвинет их в депутаты для участия в выборах. Напомню, предварительное народное голосование будет проходить в воскресенье 22 мая с 8 до 20 часов на четырех Ахинских площадках. Это улица Победы, дом 9 Ахинской ЦРБ. Улица Советская, дом 9, школа номер 5. Улица Карла Маркса, 54, дробь 1, спортивно-оздоровительный комплекс «Дельфин» в селе Некрасовка. Улица Парковая, дом 1, школа-интернат. Новые технологии старшему поколению. Расстояние в сотни километров теперь не помеха для общения с родными ветерану Великой Отечественной войны Надежде Александровне Селезневой. Отгремел Великий праздник День Победы. Но о ветеранах помнят не только в преддверии 9 мая. В течение всего года оказывается должное внимание. Их навещают и поздравляют семейными торжествами. Администрация городского округа напомнила предпринимателям города, чтобы они не забывали в свои трудовые будни уделять побольше внимания ветеранам. Каждый поздравил участников войны по-своему. Сергей Крылов, Татьяна Сокол, Алексей Салинов, Дмитрий Джафаров произвели ремонт в квартирах ветеранов. Подготовили продовольственные наборы Людмила Антонюк, Физули Гасымов, Людмила Кустова, Юлия Игнатенко и Андрей Губенко. 7-8 мая Алексей Павленко и Татьяна Касьянова провели акцию «Бесплатная рыба ветеранам». Но особо я хочу сказать о предпринимателе, дворянове Артуре Александровиче. Он в день празднования, ну и вот в эти праздничные дни, подарил нашей участнице Великой Отечественной войны планшет, для того, чтобы она смогла по скайпу общаться с своими родными и близкими, которые проживают в далекой Сибири, Красноярске. До подключения к интернету Надежда Александровна Селезнёва общалась с родственниками по старинке, обычными письмами. Управляющий магазин ДНС Шастопал Денис Григорьевич направил Никиту Демифова, Примаченко Илью, ну чтобы они обеспечили связь и установили интернет. 12 мая состоялся долгожданный видеосеанс. Радости Надежды Александровны не было предела. Она смогла пообщаться не только со своими внуками, но и правнучкой Ангелиной, которую никогда не видела. Ангелина – талантливый, одарённый ребёнок. Танцует и поёт. Принимает участие в различных конкурсах и фестивалях. К следующему общению подготовит и покажет прабабушке свои сценические костюмы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 14 мая в 6 часов 20 минут в Ахе на улице Держинского районе дома номер 16 водитель, управляя автомобилем, двигаясь с востока на запад, не учёл дорожные условия, из-за чего не справился с управлением и совершил съезд с дороги на прилегающую территорию автостоянки. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажирка получила телесные повреждения в виде множественных ушибов грудной клетки, поясничной области, передней брюшной стенки, верхних и нижних конечностей. Она госпитализирована в травматологическое отделение Ахинской ЦРБ. Ахинская молодёжь присоединилась к всероссийской экологической акции «Зелёная весна». Уборку провели на территории сквера у площади нефтяников и на спортивной площадке «Гилиус» на улице Ленина. Всероссийский экологический субботник «Зелёная весна» – акция федерального масштаба. В этом году она проходит уже третий раз. Инициатором Всероссийского субботника стал неправительственный экологический фонд имени Владимира Вернацкого. Акция охватывает практически все регионы страны. С 16 апреля по 21 мая присоединиться к ней может любой желающий. В рамках субботника россияне убирают территорию от мусора, садят цветы и деревья, помогают ветеранам и социально незащищённым слоям населения, ремонтируют и строят детские площадки и многое другое. В Ахе учащиеся школы, студенты техникума и филиала САГУ убрали мусор на территории сквера у площади нефтяников и на спортивной площадке «Гелиус» на улице Ленина. Координатором экологической акции ВАХе стала главный специалист управления по культуре, спорту и делам молодёжи Ирина Константинова. Мы, это молодёжь, школьники и студенты обоих техников присоединяемся к этой акции и делаем наш город чище, краше и от этого получаем несомненное удовольствие. Кстати, желающие принять участие в акции федерального масштаба были обеспечены всем необходимым. Молодым людям выдали лопаты, мешки для мусора, грабли, мётлы, перчатки. Чтобы город был чище и меньше мусора было. Я даже вот ухожу в походы, такого не кидаем мусора, за собой всегда убираем, либо закапываем, либо носим всё. Я считаю, что эти мероприятия нужны для того, чтобы город был более чище, лучше для проживания ахинцев. Чистота в городе – это важно. Люди будут ходить, видят то, что красиво и приятно будет самим сидеть. А субботники, я думаю, надо устраивать хотя бы раз в месяц, чтобы соблюдать чистоту в городе. Молодые люди добросовестно поработали и очистили территории сквера и спортивной площадки. Остаётся надеяться, что чистота будет поддерживаться ахинцами и мусор будут выбрасывать в урны. Несанкционированный водоём. Образовался во дворе дома по улице 60 лет СССР. С проблемой разбиралась Татьяна Евсюкова. 10 мая в студию ахинского телевидения поступил звонок. Жительница дома 23-1 по улице 60 лет СССР жаловалась на огромную лужу, которая разлилась перед подъездом и мешала проходу. По факту, действительно, водоём оказался в внушительных размерах. В местах подтопления сточных канав глубина доходила до полутора метров. С 2001 года я живу в этом доме. С 2001 года у нас постоянное скопление грязи, воды здесь, около нашего подъезда. Добивались много раз, чтобы нам сделали слив. Наконец-то в прошлом году нам сделали слив. Проложили трубу через дорогу, расчистили колодцы. И как оказалось, диаметр новой трубы для отвода сточных вод намного меньше прежней. В период обильного таяния снега отводная система не справляется с потоком талой воды. Стоит отметить, нагрузка на неё весомая. Ручьи текут с улиц Ленина, Карла Марса и 60 лет. Двор дома 23-1, как лакмусовая бумага, показал проблемы, с которыми сталкиваются ахинцы. По словам жителей, на их жалобы не реагируют. Помимо лужи, существует проблема с теплотрассой. При зимней очистке дворовых территорий повреждена её обшивка. Кроме того, на трубы скидывается снег при уборке улицы Никитюка. Весь мусор зимой, который сгребается со двора, весь песок, вся грязь, вся галька, всё сливается туда, сгребается. И засыпается сливной колодец. Там сейчас всё засыпано грязью, песком, всё забито. Сгребаются с дороги, от дома Губенко сгребается снег. Отсюда сгребается тоже весь снег сюда. У нас весь двор здесь завален горами снега. По наблюдениям горожан, за день водоём наполняется, а ночью с понижением температуры вода уходит. Неудобно очень даже. Она вечером вытекает, с утра опять вытекает и вот так вот каждый день, день за днём повторяется. Слив загрязнён, маленькие дети бегают, кидают слив. Мусор весь, она засоряется и в воде некуда деваться. Она стекает с 60 лет сверху, с факела, и вот это чудо снизу. Ну, неудобно очень даже. Особенно, когда под ветер она вообще затекает, что даже из-под езды невозможно. В тот день звучало много предположений, по каким причинам собирается лужа, и вода не уходит по трубе. Все точки над «и» расставили работники дорожной службы. Когда открыли колодец, сразу стало ясно – труба малого диаметра, к тому же забита песком и мусором. Утро следующего дня началось с активной очистки сливной системы. К обеду все работы были завершены. Теперь дело за управляющей компанией. Мы уже знаем, где проблемные места, что там труба маленького диаметра. Периодически нужно будет уже в такие моменты, когда необходимо будет уже контролировать. Уже знаем проблемное место и будем за ним следить. Проблема дома 23 дробь 1 по улице 60 лет была решена в течение двух дней после обращения в нашу редакцию. В Ахинском краеведческом музее открыта четвертая персональная выставка художника Олега Носарева. На экспозиции представлены новые работы, выполненные за последние два года. В минувшую субботу в Ахинском краеведческом музее собрались друзья, приятели, поклонники ахинского художника Олега Васильевича Носарева. Здесь прошло открытие его четвертой персональной выставки. Очень часто слышу с некоторой завистью такие фразы. Вот почему у вас в Ахе так много талантливых художников? Вы буквально единственные, которые представляете столько фамилий, талантливых и уже практически знаменитых. Я думаю, что на самом деле это так. Аха дала очень много имен художников. И Олег Васильевич Носарев также среди них. Олег Васильевич творческий и интересный человек. У него состоялось более 20 выставок и не только в Сахалинской области, но и за ее пределами. Вся его жизнь напрямую связана с кистями, красками и холстами. Он работал художником-оформителем в районном дворце культуры. Мне пришло, выпало счастье смотреть спектакли, которые он оформлял как художник-постановщик. Затем Олег Васильевич поменял свою профессию, вернее немножко грань профессии. Он пришел в художественную школу директора, которую возглавлял на протяжении 15 лет. Олег Васильевич Носарев и сейчас работает в детской школе искусств номер два. Делится с юными дарованиями, своим опытом, знаниями, мастерством. Административная деятельность занимала много времени. И оставив пост директора, Олег Васильевич стал уделять больше времени своему творчеству. Лучшие из работ посетители могут увидеть на персональной выставке в Ахинском краеведческом музее. Это все новые работы. Я вот просто восхищаюсь за два года. Представляете, вот столько труда вложено. И сколько эти картины дарят. Они яркие, они такие радостные. От них исходит положительная энергия. То, чего нам не хватает в нашей обыденной жизни. Прекрасная жилка здесь. Такая плотная, сочная, погруженная в воздушную среду. Замечательно все. Вот чувствую, что это дух народа. Вот это изображен здесь. Дух Руси. Необычный взгляд на мир. Яркие взрывные краски. Великолепная техника. Благодаря мастерству Олега Васильевича Носарева даже самые обыденные вещи можно увидеть в необычном ракурсе. Работы все это написаны у меня с этюдов. Ну, естественно, это не копия этюдов. Вы сами понимаете, что творческий подход к любой работе должен быть. Пытаюсь в работе самому. Вы несколько себя вылезли от того состояния духа, которое у тебя, оно как бы открылось. Это я пытаюсь это передать в этих работах. Тут многие работы написаны у меня главным образом. Ну, тут Крымский есть некоторые, Алтай. В Алтай я вообще сейчас так прилип, даже не то слово, а пригрелся, у меня там душа просто. Олег Васильевич над достигнутым останавливаться не собирается. Впереди еще много нереализованных планов, много мест, которые он желает изобразить на холсте. Ну, работать, пока, как говорится, рука в кисть держит, надо работать. Как сказал тут один человек, вот он всегда найдет работу. Я говорю, ну да, пока не умрет. Потому что вот так вот нас судьба повела. Я считаю, что мне сильно повезло, что меня, так говорится, больше, как метод таланта, но я его пытаюсь не зарыть, а раздеть передачные способности с моими детям. Я считаю, я говорю, мои, потому что это мои действительно воспитанники, они мне очень близки. Олег Васильевич планирует на следующий показ представить посетителям и скульптурные работы, ведь он занимается еще и профессиональной скульптурой. А пока ахинцы могут ознакомиться с живописью Олега Васильевича Носырева на персональной выставке в Ахинском краеведческом музее. С юбилеем Книжкин дом. 30 лет со дня основания отметила городская библиотека номер 13. Петровне в репортаже нашего корреспондента. Городская библиотека номер 13 Ахинской централизованной библиотечной системы начала свою работу и приняла первых читателей 22 февраля 1986 года. За это время она стала популярна среди читателей всех возрастов. За 30 лет библиотеку посетила около 500 тысяч жителей города и района. Выдано более миллиона книг и периодических изданий. Для взрослых и детей проведено порядка 5000 массовых мероприятий. В свой юбилей работники библиотеки провели для читателей викторины и конкурсы. Подарки вручили первому библиотекарю, первому читателю. В юбилейный год поздравили обладателя формуляра номер 30. Не остались без внимания и самые молодые читатели. Успехи библиотеки не раз отмечены на областном и муниципальном уровнях. На юбилейном вечере, посвященном 30-летию библиотеки, прозвучало много теплых слов от друзей, читателей и коллег. От всей души поздравляю вас с юбилеем. 30 лет вы еще довольно-таки молодые. Желаю вам всем здоровья, творческих успехов, побольше интересных, качественных мероприятий. Вы проводите очень большую работу для деток, для молодежи. И чтобы все ваши мероприятия были запечатлены, мы вам дарим цифровую фотокамеру. Не один год ведется работа с классными руководителями школ, воспитателями детских садов, педагогами дополнительного образования, дома детства и юношества. Это здорово, что мы дружим не только с образовательными учреждениями, но и с библиотечной системой всей. Работники библиотеки часто бывают у нас членами жюри, многих конкурсов. И вот эта дружба, летняя компания, это тоже наши постоянные друзья, люди, которые помогают проводить наши мероприятия. Деятельность библиотеки направлена на поддержку интереса к чтению и просвещению. Сегодня городская библиотека номер 13 – это информационный, образовательный и культурно-дослуговый центр для жителей города и района. Весенний сезон охоты стартовал. Мужчины закупили патроны для отстрела в водоплавающей дичи, взяли разрешение, приготовили ружья и выехали на долгожданную охоту. Госинспекторы Ахинского лесничества, в свою очередь, проверили соблюдение всех правил и уже выявили нарушителей. С 9 мая в Ахинском районе открыт сезон охоты на пернатую дичь. Продлится он до 18 мая. Мужчины с удовольствием лежат в траве и в воде карауля дичь, ночуют в зимовье, начищают ружья. Но охотникам следует учитывать, что реализация древнего инстинкта сильной половины человечества должна осуществляться по определенным правилам, за несоблюдение которых последует наказание. Сотрудниками министерства и подведомственного ГКУ Сахалинское лесничество постоянно в течение года проводятся оперативные мероприятия, рейды по охране объектов животного мира. Особенно большое количество рейдов проводится перед открытием охоты и в сезон охоты. За истекший период 2016 года составлено 73 протокола по статье 8.37 за нарушение правил охоты, 50 протоколов по статье 8.39 за нарушение режима особо охраняемых природных территорий. Среди этих протоколов составлено 25 с изъятием орудий охоты и лишением права охоты от года до трех. Из 25 протоколов, составленных с изъятием огнестрельного охотничьего оружия, 11 протоколов составлено в Ахинском районе. В рейдах также принимают участие сотрудники полиции и инспекторы охраны водных биоресурсов. Закон должен соблюдаться охотниками во всех направлениях. За время рейдов выявляется правонарушение как со стороны охоты и нарушение правил лесного хозяйства, так и нарушение правил рыбной ловли и Вводного кодекса Российской Федерации. Одним из основных правил весенней охоты является запрет на отстрел утки. Стрелять можно только селезня. Есть охотники, которые после отстрела ощипывают птицу и выдают за самца. Однако доказать обратное не составляет труда, и нарушитель понесет наказание. При проверке охотника мы обнаружили у него четыре добытых утки, одна из которых оказалась самкой Гоголя. Он утверждал, что это все самцы, но при том, что она была ощипана, подозрение вызвало, при вскрытии обнаружены были яичники, что это доказало, что это самка Гоголя, на что в весенний период охота запрещена. Много охотников не знают элементарных правил. Нарушения свои даже не замечают. Это касается и оружия, и манков, и правил перевозки добытой дичи. Много людей, которые перестали учить их, и не знают то, что запрещено электроманки использовать, запрещено на любых плавательных средствах производить охоту. Охотники перестали различать самок от самцов, тем самым они просто истребляют ее. За несоблюдение правил охоты нарушители привлекаются к административной ответственности. Штрафы немаленькие, да и права на охоту можно лишиться. Учите правила и соблюдайте закон. И на сегодня это все. С вами была Татьяна Еникеева. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»